Бишкекский городской суд, телеоператора в зал судебных заседаний не пустили. Не все родственники осужденного смогли пробраться в зал. Охрана закрыла двери. Решение председательствующего слушают в гробовой тишине. Пытаются уловить каждое слово и, наконец, освободить из-под стражи в зале суда. Родные и близкие Суталинова не могут сдержать эмоций, плачут. Не успел Абдебек Суталинов поблагодарить собравшихся, как открылись двери, и его сын сделал первые шаги к свободе. Журналисты не дали Мурату Суталинову обнять родных. Его тут же обступили работники СМИ. Посыпался град вопросов. Все, давайте домой. Годы тюрьмы и тяжелая болезнь изменили Суталинова. Всего лишь лет 10 назад он был подтянутым и бравым генералом. А теперь... Потом, 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 потом. Обожаемые репортеры, появите, пожалуйста, внимание. Среди встречающих генерала Эльмурзаса Табалдиев, тоже фигурант дела по 7 апреля, получил 10 лет лишения свободы и освободился несколько лет назад, тоже, кстати, условно-досрочно. Когда расстреливали людей на площади, советник Бакиева находился в Белом доме. Уверяет, что остановить кровопролитие лично он и Суталинов не смогли. Повлиять на что-то может, могли бы, но остановить, навряд ли. Долго стоять Мурат Суталинов не может. Интервью бывшей главной чеки страны давал, сидя прямо на цементном фундаменте ограды здания горсуда. У меня не хватило сил остановить трагедию. Я прошу за это прощение. Рассказал Суталинов и о том, что многое пересмотрел в своей жизни, в своих взглядах, о многом сожалеет. Теперь надо, сколько осталось, прожить правильно. Правильно прожить. О чем сожалею, что я выбрал профессию не врача. Машина подана, генерал едет домой. В первую очередь кушать готовить, чай. Я не знаю, мы столько ждали его. Не всем понравилось освобождение Мурата Суталинова. Недовольны некоторые участники апрельских событий. Дело Батукаева и дело Суталинова похожи в чем-то. Никто не даст гарантии, что завтра будет скандал. Судей. Врачей опять могут обвинить. 20 лет лишения свободы – это большой срок. Адвокаты бывшего председателя ГСНБ надеются, что прокуроры не будут обжаловать решение суда. Точку в этом деле будет ставить Верховный суд, если, разумеется, прокуратура обжалует решение городского суда. Канад Кадеметов, Кубан Чпек, Мамытов, телеканал «Апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова